Всем привет! Меня зовут Самохвалов Василий, я технический специалист компании «Второй паспорт». Тема сегодняшнего видео – оформление визы в Англию. Сегодня мы обсудим с вами основные аспекты оформления этой визы и поговорим о всех нюансах, с которыми мы можем столкнуться. Наверняка каждый из вас хотел хотя бы раз побывать в Букингенском дворце, посетить Стоунхенш, взять экскурсию в Таур, пройтись по Тауровскому мосту и услышать звон колоколов Биг Бена. Конечно же, для того, чтобы посетить эти все замечательные места, необходимо оформить туристическую визу. Как вы уже знаете, сейчас в период пандемии коронавируса многие визовые центры, даже немногие, скажем, все, закрылись. И немногие из них снова открыли двери. Англия в их нем числе. Оформить визу в Англии можно в России в пяти городах сейчас. Это в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ростове-на-Дону и в Новосибирске. Какие же действия и какой алгоритм нам нужно с вами провести, чтобы получить визу? Начнем со всего по порядку. Первое. Нам необходимо с вами создать личный кабинет на сайте посольства Англии. После того, как мы ее воссоздали, нам предоставят анкету, которую необходимо заполнить. Об анкете сейчас также поговорим. Анкета предоставляет собой, так скажем, не то, чтобы она простая, но и не то, чтобы сложная. Она имеет свои нюансы, она сама по себе очень длинная. Там нужно ответить на все вопросы по вашей поездке, по вашему пребыванию, ваши все контактные данные, о работе и о целях визита. К анкете нужно подойти с большой ответственностью и с внимательностью, потому что ошибки в анкете могут послужить отказу. К сожалению, такое бывает. Поэтому очень аккуратно нужно заполнять те данные, которые вы вводите. После того, как мы с вами заполнили анкету, нам нужно будет загрузить документы. Нам предоставят специальные ячейки, куда мы будем загружать файлы. И как раз об этом сейчас мы подробно поговорим. Очень удобно, что при оформлении визы в Англию документы не нужно распечатывать и носить целыми пачками, как это, допустим, происходит на Шенген или другие визы. Там все документы загружаются онлайн. Что значит онлайн? Вам необходимо сделать четкие фото документов, либо сканов, либо сканы, и загрузить их просто на сайте посольства. Как это сделать? Мы сейчас пройдемся по списку документов. И еще обратим внимание на еще один очень важный момент. Документы должны быть обязательно переведены на английский язык. То есть все, что вы предоставляете на языке русском или национальном, если вы в Белоруссии, Украине и так далее, вы должны перевести на английский язык. Потому что документы не примут, если вы не сделаете перевод. И документы загружаются, русский документ в связке с переводом. То есть их нужно будет скрепить, сделать это можно множеством способов и загрузить. Если вам удалось документы на английском языке предоставить от работодателя или, допустим, из банка, то, естественно, русскую копию не нужно прилагать. Это уже нет необходимости. Имеется в виду, если у вас документы основные, ну и вообще все, предоставлены на другом языке, отличающегося от английского. Пройдемся по документам. Первый документ – это ваш заграничный паспорт. Он должен действовать не менее трех месяцев после того, как вы уже вернетесь из Англии. То есть вы слетали условно на неделю, прилетели, и ваш паспорт должен быть действительно не менее трех месяцев. Это обязательное условие. Если он у вас заканчивается через месяц, то документы не примут. В паспорте нужно сфотографировать или сделать сканы страниц с отметками, то есть с визами, штампами и с любыми, естественно, записями, которые есть. Пустые страницы добавлять не нужно. Естественно, первую страницу вашу с фотографией. Это первый документ. Второй документ – справка из банка. Справка из банка – это элементарная справка, подтверждающая наличие ваших средств на счете. То есть что у вас на счету есть, ну, порядка от 100-150 тысяч рублей. Почему такая сумма? Ну, по опыту и по практике на неделю-10 дней хватает именно этой суммы. И англичанам тоже понятно, что вы там сможете поселиться в отеле, погулять, так скажем, по городу и какие-то еще достопримечательности посетить. К этой справке я советую вам добавить движение средств по счету, то есть сделать такой дополнительный документ и показать, что на вашем счету средства двигались. То есть зачислялись, переводы были, вы тратили деньги и так далее. Ну, за период шести месяцев можно сделать такой документ. Он как бы дополнительный, да, вот движение средств. Но я рекомендую его сделать. Англичане вообще очень любят документы. И чем их больше, тем, так скажем, меньше у них подозрений к вам как к какому-то нелегалу и так далее. Об этом мы еще тоже поговорим. Следующий документ – справка с работы. Справка с работы должна быть на официальном бланке, на фирменном. В ней обязательно должны быть указаны все реквизиты компании. Это телефон, e-mail, название компании, адрес, естественно. Снизу справки печати подпись генерального директора, либо, ну, обычно главного бухгалтера, если нет генерального директора. Ну, то есть тот, кто уполномочен. В тексте этой справки необходимо, чтобы был текст следующего, так скажем, следующий текст, что я, Иванов Иван Иванович, работаю с такой-то даты, по такую, обязательно нужно сказать, в такой-то компании, в такой-то должности и получаю такую же зарплату. На ваше усмотрение можно добавить еще информацию о отпуске, то, что вам работодатель предоставляет оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск, и вы как раз собираетесь в эту поездку. Но, опять же, это дополнительное уже, не является суперобязательным. Если захотите так делать, то сделайте. Это что касается справки с работы. Следующие документы – это свидетельство о рождении детей и о браке. Ну, это для тех, у кого, естественно, это есть, и супруг или супруга, и дети. Если есть, обязательно нужно приложить. Это эти документы подтверждят вашу, так скажем, привязку к родине, что вы никуда не собираетесь, так скажем, мигрировать, и у вас здесь семья. Для тех, у кого нету, это не является минусом, как бы, естественно, их добавлять не нужно, эти документы, если у вас их нет. Следующий документ – это очень важно показать какую-то собственность. Если у вас есть в собственности недвижимость, машина, там, участок, дача, ну, то есть то, что вообще у вас есть в собственности, обязательно нужно предоставить. То есть это очень хорошее основание для того, чтобы выдать вам визу на основе того, что у вас здесь есть что-то в вашей собственности. Если, опять же, этого нету, это дополнительно, это не, так скажем, не критично, но лучше бы, чтобы было, чтобы хотя бы что-то, ну, условно, даже вот машина, да, машину, пожалуйста, покажите и убедите их в том, что вы здесь что-то имеете. Далее обязательно нужно предоставить маршрут путешествия. Что это такое? Если вы, допустим, едете, ну, условно, на неделю, то вам нужно на неделе расписать свой график, то есть там в Word, в файле, либо в каких-то других документах, ну, то есть создать документ любым способом и написать вам каждый день, где вы будете проводить время, куда вы ходите, что посещать. То есть этим самым вы объясняете англичанам ваш план, чтобы они понимали, что вы запланировали. Естественно, кто-то из вас может задаться вопросом, а как я что напишу, если я просто хочу туда съездить и уже там разобраться? И, может быть, я даже не знаю, куда съездить, может, я к другу хочу съездить. Здесь ничего критичного также нету. Я и наши коллеги помогут вам с составлением этого маршрута, потому что он является обязательным. Его нужно обязательно загружать, пусть даже он будет и формальный, и вы не будете в этих местах, так скажем, бывать. Поэтому, если вы сами не сможете его составить, так же, как и на любом этапе оформления визы, мы вам поможем. Также нужно предоставить броню авиабилета и отеля. Авиабилет и отель я советую вам не покупать заранее, до тех пор, пока вы не получили визу. Потому что Англия – это страна с очень сложным визовым режимом. И пока нет визы, если вы что-то покупаете полностью, то это риск. Риск в том, что виза может быть не выдана. Она может быть не выдана, естественно, если будут допущены, допустим, ошибки в процессе. Броню вы можете сделать обычной, то есть забронировать, но не покупать. Если также вам понадобится помощь с бронями, наша компания с удовольствием вам и на этом этапе также поможет. Фотографии. Может быть, также возникнет у кого-то вопрос по фотографии. Фотографироваться не нужно. Вас фотографируют в визовом центре, когда вы проходите биометрию. То есть мы сейчас с вами поговорили о документах, которые загрузили мы после того, как заполнили анкету на сайте посольства. Следующий этап – это оплата сбора. О них тоже сейчас внимательно поговорим. И вообще по условиям визы. Первую визу по правилам вам поставят на полгода. Визу на полгода, а точнее консульский сбор для визы на полгода будет составлять 129 долларов примерно. Это если в фунтах, это примерно 95 фунтов. 95-100 там в зависимости от курса. Списывается в долларах. Оплачивается карточкой банковской онлайн, а также на сайте. Вообще есть три типа визы. Это полгода, два года и пять лет. Они даются заявителю последовательно. То есть по лестнице полгода вы получили съездить в Англию, вернулись. Дальше вы можете уже претендовать на два года. Консульский сбор на визу двухлетнюю это составляет примерно 470 долларов. В фунтах это где-то 360. Но здесь есть очень, так скажем, такой нюанс. Вообще я вам сразу скажу, что англичане это очень такой своеобразный народ. И в визовом центре у них есть свои законы. Они никогда не гарантируют вам какое-то условие или услугу, даже если вы за это заплатили. Вот допустим, вы полгода съездили, теперь хотите на два года. Вы оплатили консульский сбор 470 долларов и подались на двухлетнюю визу. Здесь я вам сразу предупрежу, это не 100%, что вам одобрят два года. Они запросто могут поставить вам полгода, либо не ставить вообще. То есть такое может быть. И я хочу, чтобы вы были в курсе об этом, потому что этот момент важен. Мало ли вы там нарушили что-то в Великобритании, или просто вовсе не полетели в эти полгода, а сразу захотели на двухлетнюю, то здесь могут просто, как бы, консульский сбор не вернут, но, как сказать, поставят визу или не поставят, это уже от них зависит. Вот, также есть пятилетнюю. Но 5 лет это очень, так скажем, большой маршрут. Пятилетняя виза только после отката на двухлетней, а до нее должна быть откатана полугодовая. Пятилетняя виза стоит 855 долларов, именно я о консульском сборе. То есть в фунтах это 650 где-то примерно. Да, у них размеры консульских сборов не самые, так скажем, дешевые, ну, либо другими словами назовем, не самые, так скажем, недорогие. В Англии все упирается в приличные, так скажем, суммы, но на то это и страна, чтобы ее посетить и побывать, посетить их достопримечательности, так скажем. И вообще, имея визу в Англию, это очень хороший момент для вас в будущем, для оформления тоже визы в Америку, в Канаду или в Австралию и так далее. Эта виза имеет очень хорошую силу. После того, как мы оплатили сбор, первое на полгода, нам дадут возможность записаться. Подать документы можно по записи, которую выдаст посольство. Примерно запись, ну, на 5-7 дней вперед, когда нету большого потока. Бывает и на 10 дней вперед. То есть, заранее имейте в запасе время. Податься можно и без записи. Как это сделать? Вам необходимо подойти в любой день, в будний день с 9 до 4, и на стойке регистрации сказать, мы хотим без записи в этот день податься. Вам будет необходимо оплатить 5 тысяч рублей, прямо там на ресепшене, вам дадут соответствующие документы и пропустят на подачу. То есть, это для тех, кто торопится. Сейчас пройдемся по подаче. Вы пришли в визовый центр в назначенное время, сдали отпечатки, вас сфотографировали, сдали заграничный паспорт, с кое-какими документами. То есть, там будет у вас еще буквально 3 документа. Это документы, подтверждающие вас, то, что вы загрузили онлайн все документы, о том, что вы заплатили консульский сбор и о том, что вы записаны. Вот эти документы вам нужно будет отнести в визовый центр. Вы относитесь, сдаете отпечатки, вас сфотографируют и сдаете заграничный паспорт. Вам говорят, что ваша виза будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней. То есть, примерно 2 недели будут рассматривать документы. Если вы очень торопитесь и вы не можете ждать, и хотели бы успеть, хотели бы побыстрее получить паспорт, заветную визу, то у них можно оплатить услугу ускоренного рассмотрения. Она в течение 3 дней предоставляет, не предоставляет, то есть, в течение 3 дней вашу визу рассмотрят. Но такая услуга не так же не дешевая, наверное, так я скажу, она стоит 220 фунтов. Это около 20 тысяч рублей. Плюс, опять же, англичане не гарантируют вам, что ваша виза будет рассмотрена именно в эти 3 дня. Очень много было случаев, когда мы оплачивали эту услугу для тех, кто торопился, и англичане просто говорили, что им нужно больше времени, чтобы рассмотреть. Все это. То есть, у них вот такие законы. Ничего с них потом не потребуешь, не вернешь. Они берут деньги, но гарантии не дают. Это англичане, это такой народ. Чтобы вы понимали, у них даже в визовом центре, если вы хотите позвонить на горячую линию, то нужно будет заплатить 500 рублей. Написать письмо на почту посольства, тоже заплатить деньги. Около там 300-400 рублей. То есть, понимаете, они очень любят деньги, и услуги, они как бы не гарантируют 100%. Поэтому будьте аккуратны. Заранее обдумайте, нужна ли вам эта услуга, этот риск. Потому что, если вы за что-то заплатите, будете думать, что вот она все уже на ладони, это не совсем так. Далее. То есть, все, 15 дней прошло. В любой момент вам могут позвонить из посольства, задать вопросы по визе, вообще по визиту, с какой целью летите, когда, какой у вас отель и так далее. Лучше я вам рекомендую иметь эту информацию прежде всего у себя в голове, потому что, если вы скажете, а я ничего не знаю, я даже не знаю, кой я лечу, конечно, это очень большие сомнения, что виза будет одолго. Звонят они очень редко, но могут. Поэтому будьте начеку, так скажем, потому что были случаи, когда люди просто-напросто были не готовы. Вот. Это касаемо вот как раз всего процесса. Мы с вами обговорили все основные моменты. на любом этапе оформления визы я и мои коллеги будем готовы и рады вам помочь. Оставляйте свои контакты в директ или оставляйте заявку на сайте. И мы с радостью вам поможем оформить эту заветную визу и, так скажем, сделать этот процесс для вас максимально комфортным, чтобы вы получили удовольствие и заветный результат. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк и следите за новостями, за видео. Если какие-то вопросы будут у вас появляться, также задавайте, пишите нам, звоните. Мы будем рады каждому вашему обращению. Все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.